Ну что ж, друзья, возвращаемся обратно. Вторая Best of 1 серия на сегодня стартует совсем скоро, и мы к ней присоединимся. С вами по-прежнему Старк и Эритель, и теперь мы будем смотреть на другую пару. Na'Vi против Game Lords. Тоже я надеюсь, что будет очень плотная встреча. Game Lords показали себя очень круто на протяжении предыдущих стадий Origin Series. Это, наверное, та команда, которую я второй бы хотела после RIGGG записать как бы на фавориты этого противостояния среди всех команд. Но пока RIGGG первую свою встречу проиграли, но я думаю, что сегодня у них без побед не обойдется. То есть если сейчас вот так вот мы с тобой предиктим-предиктим, а потом окажется то, что RIGGG вылетит в итоге, это будет для меня удар ниже пояса. Но мы пока посмотрим на небольшой ролик команд. Немножечко хорошего кринжа мы сейчас узрели. Я не знаю, эти ролики прям радуют глаз. Что первый, что второй на хорошем уровне сделаны. Очень интересно, как Na'Vi себе покажет на этом турнире, потому что слов много. Очень много амбиций у этого коллектива, особенно у некоторых игроков. Но результаты пока не самые радужные, не те, которые хотят, я думаю, организации такого уровня. Все-таки они были рождены побеждать. Но Na'Vi пока не особо побеждает, по крайней мере, в Диком ущелье. Состав Na'Vi как раз-таки можем посмотреть. Valhalla, Vex, Don, Hydro и Dante. Здесь особо больших изменений нет. Двойка Vex и Hydro из как раз-таки состава Trova Nova, который дополнился тремя другими игроками. Я бы, наверное, здесь Dante и Hydro отметил. Очень сильный бот-лейн. Dante мне нравится, в принципе, как саппорт. Возможно, не дотягивает немножечко до уровня Гризлика, но в любом случае тоже очень хорош. Но видно среди всех этих игроков больше всего, конечно же, Valhalla, который является очень активным стримером. Очень много интересного контента. Я искренне с интересом смотрела видео, которое он делал. Очень много таких гайдов. Он даже как-то записывал видос, где он разбирал собственные праки команды. Не знаю, конечно, насколько потом ему за это не досталось, потому что мне кажется, что это, возможно, было слишком… Ну, как бы изнутри показывало действия в команде. Но это было очень информативно о том, как у них строится тренировочный процесс. И посмотрим сейчас еще на то, как у нас складывается команда Game Lords на их составчик. И здесь тоже видим все знакомые лица. Зефта, Рандом, Веджес и Редемшн вместе с Шоу. На них мы еще тоже посмотрим. Ребята, у них похожий, на мой взгляд, плейстайл на Unicross of Love, которых мы видели сегодня. Они играют тоже так вот размеренно. Драфты у них такие о командных файтах. Очень любят командные файты, навязывать их со всех сторон. Game Lords, наверное, первый состав, который, в принципе, появился еще до Origin Series. Именно был который суперсильный. И только потом уже на Ultimate Talent вылезли. И вот они боролись за всякие сторонние турниры. С Unicross of Love как раз таки и с Trovo Nova еще на тот момент, когда они существовали, боролись за главные райд-турниры. После этого у них основной состав, так сказать, переместился в какой-то азиатский регион. И здесь они уже просто таким дополнительным ростером играют. Скажешь, все еще там работает тренером игрок, которого я тренировал в Лиге Легенд. И в целом у Na'Vi есть перспективы, состав хороший. Но, не знаю, такое чувство, что слишком много то ли внутренних каких-то проблем, то ли еще что-то. Очень часто такое чувство, что не хватает коммуникации команде. Потому что, допустим, Valhalla тот же самый очень часто на сайд-линии оказывается. Не доходит как-то до команды. Они дерутся 4 на 5. И не очень целостно они выглядят периодически. У них очень часто бывала такая стратегия. Мне кажется, самое любимое для них среди всех — это когда они играли 4 плюс сплитпушер. Вот какая-нибудь там фиора на топ, допустим, и сплитпушером. У нас некоторые команды очень любили так играть. И среди их числа была Na'Vi. Но особо много их каток посмотреть мы не успели. Потому что не так далеко все-таки они добирались, когда играли на протяжении двух Origin Series, получается, в этом составе. Двух стадий. И в первый раз они дошли до полуфиналов и в финал не вышли. А в последний раз там у них вообще где-то достаточно далеко не свалились. Топ-8 какое-то было, что-то в этом плане. Очень интересно будет посмотреть на Вальхаллоу в том плане, что с чемпион-пулом у него были некие проблемы. Я помню, что он играл очень много на Ренектоне. Плюс иногда вылезал какой-нибудь Гарин Грагас. Но в целом той же самой фиоры, Камилы, там, не знаю, Лисина. Не хватало ему. И если в него, допустим, будет прилетать 2-3 бана, то что дальше будет делать Na'Vi у Свинсера, не особо понятно. Но перерыв был большой. Больше месяца тренировок. Я думаю, что все-таки что-то да наигралось. Слушай, если говорить про его пул, то когда ты смотришь его стримы, на чём он только не играет? Даже Синджит. Там тысячи героев, на каждом он успел поиграть достаточно много. Так что я думаю, что, возможно, это зависит не от личного его исполнения, а от каких-то именно командных установок, от того, как команда привыкла играть, с кем команда хочет. Тем более, что не все те чемпионы, которые существуют сейчас в Wild Drift, они одинаково хорошо вписываются и в пабы, и в профессиональную мету. Хотя, ну, мне кажется, что здесь все чемпионы плюс-минус о файтах. Будет интересно посмотреть на то, как у нас изменится в мета, когда новые добавленные чемпионы всё-таки ворвутся в официальный пул, и тут будут использованы. Ну и Виламп, я, если честно, играя сама, успела посмотреть на них вживую только один разок. Всё остальное время они из банов не вылазили. Так что будет потом посмотреть интересно, как и команда сами с ними сыграет. Ну и Брэн, конечно же, который у нас пока мидер очень сильный. Обычно как-то в Лиге Легенд, мне кажется, он больше саппорт. И я тоже, это был просто один из моих первых чемпионов Лиги Легенд, которых я купила за свои кромные. И там я играла на нём на саппорт позиции, потому что мне говорили, что на миде он такой себе. Сейчас типа слабоват. А тут он пока очень силён, очень мощный магический дэмэдж выдаёт. Качается на нём только так, если он вдруг случайно из банов выходит. Тимфайты у него просто очень сильные, из ультимейта, настакивается вот эта вот пассивка, всё горит, всё взрывается, все это стащий хаос, этот огненный персонаж в тимфайтах. На самом деле, в целом интересно посмотреть, будет ли какой-то ещё приоритет на Люциана и Сену, потому что они очень были популярны в августе. И тем же самым Люцианом играли на боте на мидлейне. И Сена играли, там те же самые Unicorns of Love. Здесь мы увидели только банд Сена, Люциана не было. Пока больше какими-то старыми наработками пользуются. Вот эти вот связки с Галлио, что-нибудь под него, какой-нибудь Джарван или Рейкон, как это было в случае Unicorns of Love. Но я думаю, что Люциан и Сена, в принципе, всё ещё довольно должны быть приоритетными. Вообще Люциан какое-то время считался имбой невероятный. Потом его чутка подрезали, потом добавили новый предмет, он снова стал имбой невероятный. И с тех пор, по-моему, как-то микронерф его коснулся из-за того, что с предметами что-то сделали. Я помню, что его трогали в последнем патче, но не помню, в какую сторону, если честно, потому что я сама не игрок на Люциане, и мне как-то в душе это не запало. И всё равно ты как-то смотришь, а он уже подвыпал. С другой стороны, есть ещё всякие герои, которые раньше особо не использовались, типа Акшана, которые там что-то патч за патчем бафают, бафают, бафают. Когда он только вышел, все на нём поиграли, поняли, что он слабоват и перестали на нём играть. Но сейчас он тоже становится таким из тех, я думаю, чемпиона, про которых можно сказать, что это скрытая имба, потому что реально очень сильно он в хороших руках, товарищи. Ну, у Акшана есть именно определённый предел, который тебе нужно наиграть, чтобы действительно хорошо использовать персонажа. Ну, это как Камила, я думаю, в этом плане. То есть там нужно наиграть это, нужен опыт. Условно, Акшан выходит в Лиге Легенд, я такой смотрю на него, сыграл на нём, что-то ещё против меня он был, против меня он всегда проигрывал, думаю, ну, какой-то персонаж вообще ни о чём. А потом проходит месяц, люди научились на нём играть, и я сижу теперь такой, господи, пожалуйста, понерфить Акшана, что происходит вообще в этой игре? Вот сейчас примерно такие же эмоции. Нет, когда он только-только вышел в Wild Rift, мне казалось, что он всех только убивает и всё, просто потому что не знал, как должен своего ульта, если честно. А оказалось, что там буквально за что угодно спрятался, всё, он до тебя не достаёт. Потом все начали на нём проигрывать, винрейт у него в общей сложности был что-то там в районе 40 с небольшим процентом, то есть явно маловато. И с тех пор его сильно так подбафали, и я думаю, что там уже вполне на нём можно играть. Но на просто сцене у нас всё-таки в этом плане Акшана, я думаю, хорош для профессиональных игр только вот именно из-за того, что он резать может. Но... Но у него ещё очень приятно то, что у него Ешка сбрасывается с колдауна, когда он убийство получает, и из-за этого он может ещё больше по тимфайтам распрыгиваться. У меня с этой Ешкой были проблемы. Я думаю, вот по этим же причинам низкий винрейт этого персонажа. Я пикаю Акшана первый раз, и каждая Ешка у меня, там, каждая вторая, не в ту сторону. У меня тимфайт идёт вперёд, а я случайно Ешку назад нажимаю, и вот эта команда без меня дерётся. Я такой, ну... Ребят, я поехал, да? Ну да. Это действительно так. Он требует, требует большого количества опыта этот персонаж. Так что я надеюсь, что ещё в мете он заиграет. Но тот же Реннингтон, про который ты говорил, мне не кажется, что он выпал. Как-то на фоне Грагаса такое ощущение, что все тушевались очень долгое время. Любит профессиональная сцена таких чемпионов, которые дают много дэмэджа по области, много контроля по области. Короче, что угодно, только по области и побольше. Вот Акшана, если так вот смотреть на него сухим взглядом, он не из таких. Он всё-таки больше против Соло. Но мы с вами сейчас будем потихонечку уже переходить к драфтам и смотреть на то, что в этой встрече у нас будет показываться. И как сыграют и этикам, что они подготовили. Увидим ли мы Акшана и Люциана, которых мы обсуждали? Ну Люциан-то ладно, бог с ним. Это не так страшно, если честно. Я без Люциана каточку переживу. Я уже на него насмотрелась так, что во. Так что даже не знаю, что такого хотелось бы увидеть из необычного. Наверное, в принципе, хотелось бы увидеть какие-то серьёзные свапы по линиям. То есть интересная идея в стиле Ариана с Серафиной на одной линии, как мы это видели, на линии АДК, как это игралось. Это очень круто выглядело. И когда начинает свапать не просто там какой-нибудь полулес с полутопером, и это всё дело у нас меняется местами, катка-закатка, а вот просто вот именно какую-то свежую идею. Надо их выкатывать. Всё-таки наверняка до Чемпионата мира у нас ещё будет достаточно возможностей на патчах полюбоваться на новые изменения, на новые какие-то, возможно, даже релизы. Потому что всё слухи доходят, доходят о том, кто следующий у нас перенесётся из League of Legends в Wild Drift. Но как оно по факту будет, мы это узнаем только позже. Так, ну нам показывают игроков, и можно заметить, что все играют на телефонах, планшетов нет. И для тех игроков, которые играли как раз-таки на планшетах, возможно, есть некая проблема. Может быть, это стало причиной, допустим, того, что так неуверенно в первой карте выиграли RxGG. Потому что я знаю, что они в Курсов-Лав всегда играли на телефонах. И, по-моему, то ли Фаик, то ли Зак говорили мне, что в Европе многие команды как раз-таки любят играть именно на планшетах. И пока ты перестроишься, возможно, они ещё такие думали, да, может, и планшеты разрешат. И дальше тренировались на них, а тут бац, телефоны. И как бы, это как, знаешь, со 144 Гц на 60, мне кажется, пересесть. Это, я думаю, скорее, как пересесть с геймпада на клавиатуру. Ну или так, да. Что-нибудь такого плана. Потому что у телефона определённый хват. Ты так не возьмёшь планшет, если ты попытаешься так играть с планшетом, у тебя ничего не получится. Ты просто пальцами не будешь дотягиваться до какого-нибудь флэша или что-нибудь в этом роде. Тебе нужно класть его на стол, рулить уже пальчиками отдельно. И это требует навыка. Это нужно нарабатывать, и это нужно нарабатывать не одной каткой. Это нужно так недель-несколько поиграть, чтобы ты реально уверенно себя чувствовал. Если это действительно такая замена, что было сделано в рамках только этого конкретно турнира, то это очень резкий перепад, конечно. Но я думаю, что команда по-человечески должна оценивать такие моменты. Потому что, во-первых, у любого чемпионата есть рулбук, он заранее прописывается, заранее все команды в курсе, заранее ко всему этому готовятся. Во-вторых, если здесь такие, в принципе, есть моменты, то, что какие-то учитываются правила, в которых может быть запрещено использование планшетов, то ты заранее должен уметь перестроиться. Это все нельзя так оставлять на самотек. Но вот у нас драфты начинаются, и пики и баны на ваших экранах сейчас вот-вот начнутся. Я думаю, Зикса мы, как обычно, не увидим. Сразу же первым бамманом от геймлорда должен улетать. Будет ли опять у нас какой-то приоритет на Галлию? Потому что до этого в предыдущих турнирах он постоянно либо блокировался, либо пикался. Сейчас то же самое. Мы видели, что Юникурцевлав довольно рано его для себя получали, по-моему, на второй-третий пик, если не ошибаюсь. Но я не удивлюсь, если мы его дальше в банах будем наблюдать. Как то же самое с Серафином против Юникурцевлав. Плюс еще Сена. То есть у них есть три прям излюбленные стратегии. Серафина с какой-нибудь обычно Соной на нижней линии. Сена с каким-нибудь фронтлайнером на нижней линии. И вот вокруг Галлио игра. Пока у нас Зикс бан улетает с стороны Геймлорд, Фера с стороны Нави. Здесь все стандартно. Ну, кто у нас еще завсегда тайбанов обычно? Камила тоже у нас постоянно в баны улетает. Ксин периодически улетает в баны довольно часто. И любит по лесу проходиться. Сейчас увидим, как будут выглядеть баны на данный момент, потому что пока никаких серьезных отличий нет. Ну да, то, что мы упомянули. И Сену, которую ты уже рассказывал о ней и не раз, тоже оказалась в банах. Да, Сена крута. Так что ее лучше лишний раз избегать. И против Фиоры просто очень линию напряженно зачастую бывает стоять. И вот тем же самым Грагосом еще можно, условно говоря. Но все равно она очень часто потом тебе весь мозг съест своими слюдпушами. Потому что она любит отдельно от команды действовать. Да, здесь как раз-таки именно касательно чемпион Пула Вальхаллы. То есть он играет на таких больше танках, фронтлайнерах, типа у того же самого Грагоса, Ренектонов. И Фиора и Камила исторически, в принципе, всегда имели очень хороший матчап. Потому что они просто на двух-трех предметах становятся сильнее. Нами блокируются против Данте. Данте был суперхорош на рыбе. Баблы по четверым, по пятерым выдавал периодически в играх. И вот именно после вот этих действий я его прям заприметил и запомнил как одного из лучших игроков на Тус Винстера. И посмотрим, что Нави на первый пик для себя получит. Будет ли это какой-нибудь Ксинжао, либо просто сразу Ренектон. Сейчас увидим. Нами действительно она в целом в хороших руках, мне кажется, must-have support для любой команды. То есть если ты ее натренируешь, она может очень много задач разом покрывать. Это и поддержка своего АДК, это и возможность законтролить, это и ультимативная способность крайне мощная, которую можно всю команду зацепить. И Дариус появляется. Слушай, не помню, чтобы я его у Нави видела. Мне кажется, что Геймлорд с периодическим покатывали. То есть у нас было не так много команд, которые Дариус выкатывали, но он в очень определенных ситуациях может повести себя не так хорошо на фоне других топеров, которые могут появиться. Ну а то, что он будет именно топ, пока сомневаться не приходится. А с другой стороны, у Геймлорса опять флекс-линия, которую мы видели. Атрикс-GG. Атрикс-GG, да. Да, те же самые два пика. Ксин появляется в лес для Нави, Дариус точно будет на верхней линии. Но Дариус на самом деле именно как первый пик, очень рискованный на самом деле, потому что аутскилит его многие персонажи. Те же самые Фиора, Камила имеет хороший матчап. На ранней стадии они отдают приоритет, там они ждут свои слоты, но потом Дариусу становится играть сложнее. Но уже хороший момент для Нави, то что Геймлорды сразу двух милишников пикают, то есть Дариусу уже будет где разгуляться. Плюс еще и кайса появляется для Нави. Так, кайса есть. Нужен еще АП-дэмэдж какой-нибудь. Побольше желательно. Дариусу очень желательно иметь хороший, быстрый, мощный старт. Если у него на старте не пойдет, то ему трудновато будет камбэкать. И Браун появляется для большей танковости у Геймлорда на линию. Вообще у нас очень похож драфт Геймлорда на других участников их же группы с предыдущего матча. Пока точно все то же самое. Ну, кстати, это у нас зачастую такое бывало, то что мета очень сильно разнилась от группы к группе на Ориджин Сириус. Да, это правда. Корки появляются для Геймлордов. Как раз-таки флекс на мид и на нижнюю линию. До сих пор непонятно, куда он пойдет. Вот Twisted Fate будет на медлене для Na'Vi. Очень много глобального такого давления от этого персонажа исходит. Все-таки у него есть судьба, с которой он может перемещаться в любой конец карты. Это была очень такая неплохая мета в рамках этой группы. Лулу плюс КСА. И это действительно мощная линия. Лулу в умелых руках. Мне кажется, я на ней никогда не играла в лиге, но мне кажется, с компа играть на ней гораздо проще, чем с телефона. С телефоном там нужно очень тщательно всем целиться, чтобы попасть и сделать правильно, потому что каста на себя и на противника, и на своих союзников, они дают совершенно разные эффекты. Но разгуляться можно, дай боже как. И все-таки у нас ADK позицию будет занимать Корки, и Ари на мид пойдет у Геймлордс. И драфт на Ави тоже уже определен. Ну, посмотрим, что это будет в игре. Из себя представлять. Очень много скейла у двух команд. То есть Корки хочет предметы, ТФ хочет предметы, Кайса хочет предметы. Поэтому вполне можно представить, что игра будет медленнее, не будет какой-то прям жесткой фиесты, но при этом, допустим, в верхней части карты Дариус Ксин очень сильная двойка, Лисин Ривен хорошая двойка. И, скорее всего, как раз таки весь экшн должен будет происходить, по крайней мере, на ранней стадии игры. Там возможно за кого-нибудь Краба подерутся, пока Батлэнкерри будут фармить. Ну, тут я думаю, что подратом сказать, что какая-то команда вышла сильнее, я бы не рискнула. Ну, плюс-минус ровно. Левый сетап более темповый. То есть они хотят разгонять карту. Все-таки Twisted Fate больше о темпе, о том, чтобы с пятого уровня начинать по карте летать. И Кайса все-таки скейлится чуть хуже, чем Корки. Но вот правый сетап, они будут помедленнее играть, побольше предметов, и вот уже в мид-лейт-гейме их сетап становится сильнее. Ну, Корки, как и Кайса, они очень хорошо скейлятся в лейт. Они очень много чего могут сделать в лейте. Кайса, она приобрела прямо второе дыхание, что ли, с появлением новых предметов для нее. И с тех пор она с топов по пикрейту не спускается совершенно никуда. И мы увидим, как это все у нас будет выглядеть уже в самой игре. Очень хотелось бы уже на нее взглянуть. Потому что Best of 1 серии, как мы вам уже напоминаем, 10 штук их за сегодня будет сыграно. Первые 5 мы с вами посмотрим. И Na'Vi против Game Lords свои первые встречи за сегодняшний день сейчас и скатают. В игру переходим, и там мы это все уже увидим. Так, ну что. По линиям, в принципе, все, как и ожидалось. Хотя, смотри, в этот раз у нас у Game Lords немножечко по-другому. Riven здесь идет на топ, Лисин идет в лес. У RixGG это было наоборот, но у Riven матчап в Дариуса получше, чем у Лисина. Поэтому, в принципе, логично. А Na'Vi у нас начинают со свапа. Свап, который в Лиге Легенд был суперпопулярен года 3-4 назад. И команды постоянно это практиковали. Здесь же Na'Vi это переносит в дикое ущелье. И рэндом пока это все респектит. И понимают геймлорды, что Na'Vi свапнулись, и уже начинают рекол на нижней линии. И вот все-таки догонять. Дракона перемещается поближе к Барону. Ну и, видимо, свап ответный-то пошел. Решили, что надо 2 на 2 стоять, но с другой стороны что? И здесь перемещение? Na'Vi кинии? Пока, правда, никто не фармит. Но, к сожалению, непонятно, на самом деле, как это в итоге плюс или минус вышло. Потому что все равно по времени плюс-минус одно и то же отнимется. Ну вот, видишь, Riven там успела пачку зачистить. А Дариус только подходит к миньонам. Вы думали, я вас не переиграю? Думали, я вас не уничтожу? Зевта здесь уже подходит на верхнюю линию к Вальхалле. Вальхалла 2 получил для себя. Но могут его попробовать поддайвить в целом. Потому что Браум это делает неплохо. Стаке навешивает. Там есть какой-то контроль. Но Вальхалла пока все очень прям респектит. Супер аккуратно стоит. А Riven вообще просто пошла к Вержусу на центральную линию. Икспус с ним там пошарила. И теперь уже смещается Крабу, которого будет Векс контестить. Но вряд ли здесь Арис и Ривен могут на что-то рассчитывать. Там вообще есть шанс какой-нибудь у Вальхалла хоть каплю Икспу получить. Потому что он видит прекрасно на Вижене своем. Видел, точнее до недавнего момента, пока там видимо тотем не снесли. Что в его лесу рядышком фармит лесин. То, что в любой момент у него будет атака. И не получится ее задефить, если такое случится. Как бы глубоко под тавером он не спрятался. И он стоит тут практически у Т-2. И ему не дают вообще понюхать миньонов. Как был второй левел, так и остался. А все вокруг уже вдвое больше него. Да, но при этом это все-таки больше на руку, мне кажется, на Ави. Потому что Дариус не настолько требовательный. А тут же пластину сняли так рано. На второй минуте уже пластину сняли. А здесь уже таверс. Да, так рано размены такие происходят. Причем с доброней. Так, кетчнули Вальхалу. Вальхалу приехал. Ну, Вальхалу, я думаю, здесь уже игра и не задастся такими темпами. Тут очень сильно его придавили. Левел 2 на почти третьей минуте. Это прям грустновато. Первая кровь в вышке достанется, скорее всего, геймлордам. Они чуть впереди были по забиранию этого объекта. На Ави на следующей пачке только это сделают. Пойдут ли в Т-2 дальше? Здесь еще и Дона дайвит геймлорды и забирают его. Но, правда, размен есть. Правда, казнь происходит. Ривен и килл для себя не получает здесь до. Потому что не успел нанести урон. Но геймлорды красавчики, они пока просто сверх агрессии берут. И причем, видишь, в зависимости от того, что мы смотрим, на предыдущей серии у нас не было таких смелых решений, что ли, по макро. Так много макро каких-то хитростей пытаются по отношению друг к другу применить, что диву даешься. И видим то, что это приводит нас к совершенно обратной по отношению к предыдущей серии. И ситуация, то, что у нас очень активное начало, уже два фрага есть, два снесенных тавера уже есть, что самое главное. На таких таймингах такого уж, я думаю, мало где увидишь. Да, только единственная проблема для Na'Vi, все-таки Vex помогал своему ботлейну забирать вышку, в то время как геймлорды это делали вдвоем. Но геймлорды смогли настакать большой вейв. И из-за этого с большой группой миньонов они раньше забрали вышку, несмотря на помощь Кисинжао. И очень важно, что рендом успел ту пачку запушить, про которую мы с тобой говорили в самом начале на первом свапе, из-за чего как раз-таки Na'Vi свою пачку настакать не смогли. И в итоге этот свап, который зафорсили рожденные побеждать, проходит намного лучше для именно геймлорда. Но сейчас посмотрим, как у нас с обжективами все будет происходить, потому что пока, судя по всему, драконы собираются Na'Vi отдавать и заниматься больше Герольдом. Герольдом нужен для того, чтобы поддержать пуш-стратегию дальше. И, в принципе, оно и понятно. Тем более, что у нас первый дракон это облачный, его контестят пореже, если уж есть такая возможность, и разменивают Герольда именно. Ну и, понятное дело, дракона геймлорда заберут тоже без какого-либо файта. Так, ну, на самом деле Герольда получить для себя приятно. То есть, темпы сетапа Na'Vi хотят разгоняться. Учитывая, что они сейчас немножечко отстают по золоту, как раз-таки забрать еще одну вышку быстрее, чем соперник, вполне-вполне, может быть, неплохо. Плюс, на самом деле, даже и в Т2 можно будет пойти. Геймлорды это прекрасно понимают, поэтому они уже реколятся. И Вежес, и Шоу отправляются защищать верхнюю линию. А топ-лейнеры у нас оказались в итоге на центральной линии. Рэндом и Вальхала фармят именно мидлы. Так, вот, успел еще один хит дать Герольд. Еще удар будет. Да, они могут успеть две пластины точно снести. А тут будет и файтер дождаться. У Шоу трудности. Его забирают прямо под вышкой, врывается рэндом. Сделают атлетный фраг точно. Или там Дону никак уже не спасти. Никак не получится это сделать. Так что размен один в один. И вышка была пробита на две пластины. Если я не ошибаюсь, все-таки получилось это сделать. Герольд был реализован. Потеряли мидера. Единственное, что неприятно. Ну, правда, Геймлорды еще и смогли разменяться. Еще и хитро здесь подъедят. Вэжас прекрасно нажимает свое очарование в соскачка. И четвертое убийство для Геймлорда оформляет. Дайв был очень несуразный от Апсуинсеры. Потому что Дон как-то полетел слишком далеко. И не было там особой какой-то поддержки со стороны команды. Они торопились забрать вышку. Они очень торопились запушить. Они хотели бы получить преимущество именно по позиции леса сжать. Они получили бы очень большой контроль над лесом, если бы на такой ранней стадии снесли бы уже Т2. Это огромные деньги, которые они могли бы заработать. Но пока мы видим то, что вот когда дело касается драк, Na'Vi их пока что не вывозят. И надо несколько закрыться. Все-таки понабрать немного себе предметов. Что там по нетверсам интересно, как оно складывается. 4000 уже преимущество Геймлорд. Забрали они три вышки. Плюс еще мы видим и на топе, и на нижней линии пачки подстакались, которые Геймлорды подъедят. То есть еще чуть выше их преимущество станет. Смотрим еще раз на этот дайв. Векс попал, да, вау пошел. Полетел вперед. Пролетает с судьбы Twisted Fate. Хорошо шоу дезенгейджит. И по Данте, и по Вексу попал. Ну и дальше просто Twisted Fate оказался отрезан от своей команды. Полетел далековато. После этого прекрасный Sonic Wave сначала от Zepht, но и после этого роскошно играет со скачка Vegeus. Попадает по Hydra, который не успел среагировать и нажать свой спячок. Наказывают, наказывают Геймлордс Na'Vi с такой завидной периодичностью. Пока видим то, что здесь была попытка выхода на Zepht. Zepht не вышло заулынить. И он остался в живых, и его команда тоже так-то неподалеку. Правда, я смотрю то, что Арис совершенно в другой стороне карты находится, но она там не одна. Она против Bistons Fate играет. А здесь драка будет в неполном составе для одной и для другой команды. В том числе у Данте трудности есть. Он успел выйти из Пайта, но не получилось к Синжау спасти. И Лулу тоже догнали и добили. Вальхала остался не на самом большом счету по ХП, но пытался спасти своего тиммейта, за что поплатится, видимо, и сам. Он мог спокойно уходить и продавать, но он пока что держится, пока что еще живет и делает один минус. И даблкил для Корки. По-моему, даже два он успел сделать, и Рэндом и Зевту забрал. Но драка очень крутая была от Геймлордов, потому что Рэндом дал сначала стан в четверых, после этого начал просто фейсролить соперника, и Нави оставалось только отступать. Рэндом пытался оформить еще дополнительное убийство, как бы он мог немножечко остановиться, но хотел хитро забрать, поэтому пошел вперед. Нави получили какой-то размен, но в любом случае преимущество за 7 минут. Уже 7 тысяч для Геймлорд. Плюс еще и Дракон скоро появится, второй для них через буквально минуту, к которому они подойдут, конечно, с очень весомым преимуществом. У Вежеса уже почти готов Рободон. Два предмета будет у Ари, стакается капля у Редемшена, у Ривен хорошо все по слотам. И действительно наступает проблема для Нави, учитывая, что у них темп и сетап, и скиллится все-таки соперники получше. У Ари прямо она уже готова драться. Один Люден дает неплохо так по макдемиджу для АП такого. И Рободон, он стал дороже со временем с патчами, но все равно его очень с большой охоты забирают на второй слот, на третий. Так, судьба пошла от Дона. Хотят сыграть по Редемшену, но выходят на Валькирии. В итоге Нави здесь ничего не находят. Вальхаллы, правда, на спидпуши. То есть Нави сейчас могут две вышки даже, возможно, для себя получить, но, правда, миньонов нету на Т1. И них тоже уже снесли, так что это не получится сделать как бы в чистую. Но похоже на то, что они хотят отдавать даже дракона за сторону. Нави идут на Т3. Да, но они заставляют зареколиться геймлорс. Хотя мне кажется, что спокойно Лисин справится и в одиночку дракона. Там есть пакет у Корки, и Нави здесь могут так-то все встрять. Будут пытаться играть по этой вышке, но это рискованно. Геймлорды уже все здесь. Корки при этом пушат мидлейн. Лисин забирает дракона. Геймлорды дефают вышку, но получают для себя еще дополнительно два объекта сверху, плюс пачку на боте теряют. Нави, инициация пошла. Играет вперед Хидра по Вежасу. Вежаса могут забрать, но Вежаса хоть размен еще и выходит из драки и не догорает. Не догорит никогда. Заканчивается Игнайт, который действовал по нему. У Шоу, казалось бы, проблема немножечко с ХП была, но Векс слишком уж далеко задавил отдельно от своей команды. И в итоге с Вексом распрощались, как и с Гидра. И дальше продолжается ситуация с Рэндомом неприятная, но он тоже выходит из файта. Вехас возвращается обратно. Теперь у него с ХП все гораздо лучше. И делает еще один минус. Все очень плохо для команды Нави складывается. Данте единственный, кто сумел выйти из драки и остаться в живых. Там же и Хитра успел резнуться и пойти обратно фармить. Но тут я даже не знаю, если честно, как должна сложиться эта драка, для того, чтобы Нави смогли бы ее выиграть. И вообще какая драка должна быть такая, которого желает сейчас Нави. Слишком большой перефарм. Слишком много объективов уже законтролили геймлордс. И тут надо полагаться только на то, что кто-то загуляет. И дальше можно будет продолжить файт в большинстве, сделав какой-то точечный пиков. Ну да, здесь уже все зависит больше от... Здесь все больше зависит от геймлордов все-таки в этой карте. Потому что темп у них 8000 золота преимущества, даже 9000. И можно начинать на Шора. Главное, вот единственная проблема может быть, если на Шора они отдадут внезапно. Там какой-нибудь стил произойдет. Тогда, да, Нави могут еще поскейлиться. Еще чуть больше времени у них будет. Но я думаю, что геймлорд команда такого уровня, что просто флиппать эту монетку они не собираются. Заходят сейчас в Авраевский джангл. Забирают вижен вокруг на Шора. И, видимо, даже начинать его захотят. Потому что урона у них, в принципе, достаточно по этому объекту. Они могут внешние вышки донести, прежде чем заниматься объективами. Кажется, там подцепили все-таки Дариуса. Да, и забрали его. Крайне быстро это случилось. Шоу тем временем поставил щит. Спокойно переживает нападение команды Нави на себя. И Т2 на топе распрощаемся с ней на эту БСФ1 серию. На Амиди она здесь просто уже от миньонов догорит. Но Вэджес немного помог в этом отношении. Так что все, внешние вышки закончились. И теперь можно гораздо успешнее работать со своим виженом. Гораздо успешнее их фармить. Судьба есть. А что дальше? Получится ли это продолжить как-то? Ну, не очень хорошо для ТВ это складывается эта драка. Очень все плохо идет для Векса. Его тоже выцепили. Забрали. Подцепили еще и двоих. Рэндома получилось это сделать. Данте забирает. Ну, хотя бы хитро попытается отступить. Половина хп минус. Но очаровать его не получилось. Это спасло ему жизнь. Ну, это в любом случае минус 3. И это будет на шор, скорее всего, для геймлордов. Хотя вроде как уходит пока на ресет зефта. Есть у них... Ну, начать его... Ну, да, да. 10 секунд, да. Не успевают они никак на шоры. Но в любом случае еще дополнительные преимущества для себя получают. Там уже за 10 тысяч оно переваливает. И 13 тысяч это, конечно... По сути, я бы сказал, что это уже игра. Слушай, я бы сказала, что всякое бывает. Потому что была у нас одна карта. Вот я уже не помню, что это за команда играли. Но там была следующая история. Зашли. Сломали три вышки. Внутренние уже. Стоял голый Нексус. И вдруг как-то так вот подставились и прииграли файт. И прииграли игру, в которой у них все-то два стояли. То есть противник, убив их, успел снести Т2, Т3 и вражеский Нексус. При том, что у них со всех сторон уже миньоны усиленные пушили. То есть бывали и такие камбэки. Бывает, конечно, всякое. Да, бывает всякое. Но это была единственная карта в жизни, которую я такое видела. Как бы происходит настолько редко, что все-таки можно сказать, что это, скорее всего, игра. Хотя сейчас могут зацепить Берджеса. Вальхала играет вперед со скачка. Его сильно пробивают. Хороший кик от Зевты. Уже забирают Дариуса в спине Redemption. И отдохнем. Отдохнем немножечко. Пауза ставится. Да, там техническая неполадка небольшая произошла у игроков. Они будут с этим разбираться. Но у нас пока есть время обдумать все расклады, возможные на эту карту. Ситуация у Na'Vi не из утешительных. Опять же, есть иногда смысл. Просто нужно играть, как доиграется. А потом выдохнуть и заняться следующими матчами. Возможно, просто рефлексировать по ходу этого матча о том, что они здесь сделали не так. Что конкретно из фатального пошло не так. Что нужно исправить к следующему матчу. Потому что нужно думать максимально быстро. Все матчи играются сегодня. Ну, эта игра на самом деле закончена. Потому что, как знаешь, ты будешь хороший полицейский, я плохой полицейский. Но просто мы смотрим на сетап Na'Vi. И единственный персонаж, который прям хорошо скейлится, это все-таки Кайса. У нас возвращаемся. Мы в игру. Вальхала погиб. Геймлорды идут дальше. Пытаются чейзить своего соперника. Но урона просто мало у Na'Vi. Только Хидрый на самом деле может дэмэш наносить. Рэндом хороший фланг находит. Погибает уже Векс. Дальше доигрывает Рэндом. Контроль от соперника. Очень много урона носит. Рэндом его можно добить. Рэндом его можно добить. Он не догорит. Не получится так просто с ним расправиться. Он выживает. Он уходит отсюда. Но Дракон уже появился. Это точно Нашор должен быть. Потому что 20 секунд таймера до Векса и до Хидра. Дариус, Твистед Фейт и Лулу это точно не те три персонажа, которые могут остановить этого Нашора. Но геймлорды осторожны. Можно, знаешь, никуда не торопиться. Можно забрать Дракона, а в следующий раз заняться Нашором. Потому что Нашор, он требует очень крепкого файта от тебя. При этом, чтобы у тебя было время вернуться, зареколиться, выхилиться и пойти на него. С Нашором, к сожалению, не всякий раз получится справиться с одинаковым успехом. Ну а сами на Ави, понятное дело, они уже с базы далеко выйти себе позволить не могут. Лес им не принадлежит. И любая попытка пофармить ближайшие кемпы лесные может закончиться для них смертью. И вот сейчас это для них может закончиться именно так. Они решили выползти пофармить вдвоем. Видимо, возможно, даже Вижен одновременно с этим расстаивать. Но для Хидра это стало фатальным. И, возможно, это даже будет моментом, на котором закончилась игра. Не, ну вот теперь геймлорды все-таки должны идти на Нашора. Нету главного кейрия на Ави. Очень мало урона после смерти Кайсиста. И закончить можно будет с ним как раз-таки попробовать. Ну да, на Т2 уже все сняли. Заходить в Т3 могут. Сидж хороший, много полка, много инициаций. То есть можно залетать под Т3. Контролят здесь Рэнда вместе с Шоу территорию. Не пускают сюда Нави. И Нашора забирают геймлорды. Преимущество уже 17 тысяч золота. Длань Барона появляется. И с Длани Барона хотелось бы уже идти и ломать, пока она действует. Отошли, зареколились, захилились, закупились. Потому что денег очень много образовалось после вот этой вылазки на два объектива. И смотрим на расклады. Да, вот так вот смотришь на Корки, смотришь на Кайсу. И разница у них в такой... Даже не в один слот, в полтора слота, наверное, если так вот смотреть по деньгам. На топе то же самое, на самом деле, по золотам тоже 4000 разница. Рэндом залетают вперед. Хорошо играет по Хидро-Хидро. Ультимейт нажимает в Ривен. Неплохое подбрасывание от Данте с помощью ультимейта. Но Хидро все-таки додушили здесь толпой. Она в Самаре живет. Она за счет песочных часов Джонни какое-то время потянула. Ее даже не убили. Хотя у нее там столько ХП оставалось. Это просто невообразимо. И заканчивается это все минус пять. И падением трону, соответственно, здесь уже Nexus никак не спасти. Эта игра закончилась очень стремительно. Но Na'Vi, мне кажется, выступили на этой карте не лучшим образом. Они могут лучше. Они могут лучше. Я в них верю. Я верю в то, что у них все сложится. Ну а Game Lords на самом деле сыграли для себя очень дефолтную карту. Они ничего нового не показали. Ни по драфтам, ни по перемещениям. Просто действуют слаженные команды. Они просто лучше адаптировались по то, что начали делать Na'Vi. Na'Vi зафорсили этот свап. При этом Na'Vi не настакали пачку, то что рэндом ее разрушил. В итоге вышку первые Na'Vi не забрали. Несмотря на то, что Vexem помогал. В это время Лисин как бы и Вальхалла убил. И потом еще и Мидлейнера убил. И как бы два убийства. И вроде как свапнулись. Но при этом первая кровь вышки у Game Lords. Первые два убийства у Game Lords. Потом еще одна вышка опять у Game Lords. Вроде как Герольда забрали. Но Герольд был разменен все равно на вышку со стороны Game Lords. И они всегда были просто на микрошаг впереди. И вот этими микрошагами они дошли до 20 тысяч золотых преимуществ в конце игры. На любой удар по себе они отвечали. Иногда отвечали вдвое больнее, чем сами Na'Vi били при этом. И видим то, что здесь Game Lords оказались очень справедливо впереди. Они зарабатывают себе также первое очко в рамках этой групповой стадии. И стоит напомнить то, что только одна лишь команда из всех, из всех пяти, которые у нас участвуют, не доживет до завтрашнего дня. Не будет участвовать завтра на этом турнире. И кто-то один займет это последнее место и отправится отдыхать до следующих турниров. А кто-то продолжит свою борьбу за слот на Horizon Hub, который состоит в детстве. Я, конечно, не буду говорить, кто это, по моему мнению. Но один претендент на пятую строчку в моей голове уже вбрессовывается. Мы еще не на все команды посмотрели так-то. На Team Kizo мы еще не взглянули. Я думаю, что как раз следующий матч у нас по расписанию будет их. Против Unicross of Love. Да, кстати, Unicross of Love у нас опять в серию играет. Йола могут 2-0. Что, никак это УСНК команду? Здрасте какие. Хорошо. Да, хорошо. Мне нравится такое. Но Unicross of Love как раз у них была возможность полчасика отдохнуть, собраться с мыслями. Возможно, еще что-то новое потратить. Тоже одну очку в запасе они сейчас уже имеют. И поэтому они могут немного расслабленнее выступить. Потому что минимальную какую-то заявку на то, что это будет не топ-5, они уже сделали. Я не знаю, будет ли у того, кто займет пятое место, ноль сыгранных и выигранных карт. Я думаю, две победы это уже точно не топ-5. Поэтому Йолам, по сути, нужно одну игру еще из трех выиграть. И можно, в принципе, спокойно сидеть, отдыхать, ждать уже завтрашний день. Но при этом все-таки, наверное, хочется занять первое место, чтобы выбирать соперника. Иначе играть Best of Five в полуфинале против каких-нибудь тех же самых RixGG. Несмотря на то, что на них выиграли, все-таки это главный фаворит. Не очень бы хотелось. Лучше ли бы каких-нибудь Кизо выбрать, которые, вроде бы, слабее должны быть. Опять же, это Best of 1. Вот Best of 7 сложилось бы так же. Это вопрос. А такой финал у нас будет впереди. И на это мы еще взглянем. Пока хотелось бы, я думаю, что Unicross of Love больше карт взять. То есть там неважно, какое количество карт. Самое главное, чтобы дальше вышли. Чтобы заняться можно было просмотром чужих матчей. Потому что каждый из этих соперников может оказаться их потенциальным соперником в плей-офф стадии. И нужно будет очень тщательно к ним подготовиться. Очевидно, что здесь вот эти Best of 1 серии по отдельности, они не дадут какого-то большого общего впечатления. Но все равно мета меняется. Это свежие игры на относительно свежем патче, который вышел где-то в начале месяца. И тут материал тот, который можно использовать. Ну а пока, ребята, у нас настало время для совсем небольшой паузы. И мы будем переходить к следующему матчу сегодняшнего дня.